Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал Радиоцентра Сангейт начинает свою программу. Сегодня у нас среда, и как всегда по средам мы встречаемся с очень интересным человеком, которого зовут Сергей Савченко. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Да, Сергей находится на территории, проживает на территории России. Разница во времени у нас 12 часов, поэтому с Чикаго. Поэтому время сейчас там, где он находится, 22 часа, 20 минут примерно. И программа будет идти, как всегда в этот день, Сергеем о Таро. Не может быть. Давайте уже рецепты обсуждать будем. Удивительно, но мы будем продолжать говорить о Таро. Ну, мы немножко в другом ракурсе гаданий сегодня. Мы посмотрим, как она пойдет. Но последняя программа, которую мы с Сергеем провели, была 31 декабря. И речь шла о каких-то прогнозах или предсказаниях. Сергей считает, что вот в астрологии это прогнозы, а Сергей говорит о том, что Таро это прямое такое гадание. Вы знаете, это хорошее слово прогноза, да? Таро прогноз. Таро прогноз. Красиво звучит, да? Снимает проблему гадания и не переводит ее в консультирование. Таро прогноз. Я делаю Таро прогноз. Да. Я могу рассказать, почему вот для меня, я, собственно говоря, ну так сам немножко увлекаюсь всеми этими вещами. Но как-то я слушал передачу на канадском телевидении Павла Глобы. И он говорил, ребята, вы просто не понимаете, о чем идет речь. Это не гадание астрологии, это прогноз. Чем она отличается, допустим, от медицинского прогноза, да? Или гадания. Вот человек пришел к доктору, доктор сделал ему анализы, и он прогнозирует его состояние. Он не говорит, больной вы умрете. Почему же не говорит? Это стопроцентная гарантия. Да, вы знаете, была такая история, когда Борису Ельцину сделали операцию в свое время, орто-коронарного шунтирования, это называется по-английски bypass. И делал ему доктор Майкл Дебекки. Специально выписали этого Майкла Дебекки, американского хирурга. Ему в то время было уже довольно-таки много лет, 70, не знаю, за 70. Ну, поскольку это был главным специалистом, тогда это только как бы начиналось, то, естественно, для Ельцина его выписали. И он ему сказал такую вещь, такую фразу, которую надо было бы разделить на две части. Он ему сказал, батенька, вы умрете, это так может сказать доктор, но дальше идет продолжение. То есть, конечно, пациент в шоке, вы умрете. Но дальше идет, если вы будете продолжать такой вести образ жизни. Это меняет всю полностью картину. Так вот, есть такое понятие в Америке opinion, то есть мнение. Человек получает диагноз. Вот диагноз, который он получил, это уже, скажем, такое предсказание будем называть. А прогноз, это прогноз. Вы можете умереть, если будете вести такой образ жизни, неправильный. Но вы можете жить, если вы измените свой образ жизни. Это меняет полностью всю картину. Поэтому сегодня мы говорим, ну, как бы такое слово мне понравилось. Прогноз, да, прогноз. Да, и у меня к вам, исходя, вот я пытался задать этот вопрос, но как-то мы немножко ушли или по времени. Вот человек, вы в данном случае специалист, вы делаете, будем говорить теперь уже прогноз. Вы делаете прогноз на основании вопроса, который задаю я или вопрошающий. Есть такое, current, который попрошает, да, по-английски. И смотрите, он перед вами сидит, вы ему говорите. Вытащите, ну, несколько карт из колоды. Он вытаскивает. Вы не участвуете в этом процессе никак. Вытаскивание, я имею в виду, карт. И, как раньше я считал и продолжаю считать, второе – это своего рода, ну, так сказать, медитация. То есть, своего рода. То есть, в данном случае, если я вам задаю вопрос, и я нахожусь от вас на расстоянии, на скайпе, то вы вытягиваете карты сами. То есть, в этом случае элемент уже будет как бы ваш. То есть, вы, как специалист, можете полностью отрешиться от этого вопроса, вашего предпочтения. Вы можете, не можете, но я должен это сделать. Должен, да. Как специалист, да, я должен это сделать. Согласен. И это как бы идеальный вариант. Но вы находитесь, как и я, как и все мы, в человеческом теле. А человеческое тело диктует какие-то свои все-таки обязательства, что ли. То есть, если мы говорим о Америке, и в этот момент идет вот просто как бы зомбирование. То есть, идет пропаганда о том, что Америка – это вот враг. Ну, сейчас такое слышишь, вот они постоянно плохие, а мы вот все такие хорошие и так далее. И наоборот, кстати. И вот, в какой-то степени это эффект, эффект имеется в виду, влияет на возможность вашего выбора. То вы как-то… Да, это на самом деле проблема. То есть, я не могу быть эмоционально вовлечен в гадание. Если вы мне говорите, вот, Сережа, есть такое прекрасное дело, если ты нам погадаешь, и все получится, мы тебе даем там 5% от этого дела. Все, я уже не могу гадать. Почему? Я заинтересован. Мне нравится девушка, я заинтересован в том, чтобы погадать этой девушке, чтобы с ней там завязать отношения. Мне не нравится девушка, я хочу ей сказать самые гадкие гадости, которые только может быть. То есть, как только я эмоционально вовлекаюсь в гадание, как только я перестаю быть бесстрастным, ну, вот, стрелочка прибора, да, то есть, мне все равно, что показывать. Шулят, я то и скажу. Хорошая карта, хорошая, плохие карты, плохие. Если только я хочу, чтобы был хорошо и плохо, все, это уже проблема. И эта часть моей работы отстранится от того, кому я гадаю и о чем я гадаю. У меня нет моральных оценок действий клиентов, которые ко мне приходят. Мне все равно. Это будет потом, вечером, когда я приду домой, буду обсуждать, вот, у меня сегодня был такой там с таким-то, это ужас какой-то и все такое. Но, реально, это не может быть. Я не могу быть вовлеченном процессе. Этого не должно быть. Я должен быть как жрица, отстраненный, холодный, равнодушный. Мне реально плевать, что будет с вами, умрете вы, выживете. Я не должен быть заинтересован ни в каком результате. Понятно. Вы знаете, существует некоторая статистика, достаточно интересная статистика людей, кто выигрывает в казино. Ну, по идее, по самой системе, так как это все запроектировано, house always win, или дом всегда выигрывает дом, это имеется в виду казино, потому что шансы там просто изначально запроектированы. Но почему проигрывают все-таки люди? Это да, это одна причина. Но вы понимаете как? Человек, который идет в казино, он потенциально боится проиграть. Ну, естественно, как он может идти, и он проигрывает 100 долларов, 200, 1000, смотря для кого сколько проиграть. То есть он, естественно, боится. И существует, ну, как бы, это тоже имеет свое название, закон притяжения, law of attraction. Человек получает то, чего он боится. И в данном случае он боится проиграть, и он проигрывает. Ну, такой закон. Так вот, по статистике, оказывается, в казино больше всего выигрывают, ну, я имею в виду те, которые не умеют, там, допустим, шустрить. Да, первое, шустрить, второе, они действительно, ну, вот, удача и больше ничего, гэмбл. Так вот, выиграют пенсионеры, американские пенсионеры. Почему они выигрывают? Вы понимаете, они заработали себе уже пенсию. Они не боятся проиграть. Они не боятся проиграть. Они знают, они приезжают в Лас-Вегас или куда еще. Знаете, я перебью вас, Михаил. Это вот идея, процесс и результат. Они приезжают не выиграть, а поиграть. Проявести хорошо время. Да, выиграл, прекрасно. Прииграл, да и хрен на него. Не жалко. Оно было запланировано. Совершенно верно. У них отведена определенная сумма на проигрыш. Они точно знают, вот это вот менталитет людей, которые, кстати, играют на бирже, то же самое. Они должны понимать, что у них есть какой-то ментальный стап или твердый какой-то, hard стап это называется, в бирже я имею в виду. Там, в казино, точно то же самое. Ты проигрываешь 100 долларов, ты уходишь из казино. Ты не пытаешься отыграться. Ты провел прекрасное время, ты там сидишь. Не отыгрывайся и не похмеляешься. Их там кормят. На самом деле, приехать в Лас-Вегас не стоит дорого, если ты берешь там пэкетч, это называется, ты берешь гостиницу и берешь самолет. Почему? Потому что там все деньги, там все рассчитано на то, что человек придет в казино и спустит все свои деньги. Поэтому американские пенсионеры, они к этому таким образом относятся. И что самое интересное, по статистике они как раз выигрываются. Сергей, вы ответили на этот вопрос. Давайте мы перейдем непосредственно. У нас начался Новый год. Мы с вами встречались уже еще в 2015 году, уже в 2015 году. В прошлом году. В прошлом году. Давайте мы с вами поговорим о том, принято обычно. Вы знаете, есть очень и очень хорошая практика. Как человек должен поступать, имеется в виду любой вообще. В принципе, человек, особенно бизнесмен, это тот человек, который руководитель чего-то. В данном случае, руководитель школы, вы относитесь к разряду бизнесменов. О чем идет речь? Человек в конце дня должен подвести итоги своего рабочего дня. Подбить сальдо с бультом, как когда-то это называлось. Он должен лечь, закрыть или не закрывать глаза. Но перед сном он должен просмотреть, так сказать, весь свой день. И, ну, наверное, все-таки сделать план на следующий день. Так вот, в Новый год принято подводить итоги прошлого года. Давайте мы с вами подведем итоги прошлого года. Вы сами расскажете, как прошел у вас год в 2015. Какие были достижения, какие были победы и поражения, будем так говорить, в вашем деле. Ну, в вашей жизни Таро. Больше было плюсов, меньше было минусов, какой процент. И, короче говоря, вот реализации вашей. Конечно, поговорить о себе это самое любимое занятие, которое только может быть. Начну с приятного. Поражений не было. Поражениями, я считаю, неудачно проведенные семинары, плохо написанные книги, плохо прошедшие какие-то встречи. Такого у меня не было. То есть, если в позапрошлом году один семинар у меня прошел не очень хорошо, и я расстраивался из-за этого, то в этом году у меня все семинары пришли на должном уровне. То есть, никакой проблемы нет. Но я думаю, что я сделал самое важное дело прошлого года, которое я сделал, я вот думал, кстати, по поводу своих итогов. Мне пока трудно это сформулировать, вот четко, чеканно, я так люблю просто, чтобы были отточенные формулировки. У нас есть очень разное Таро, есть разное понимание Таро, есть разные подходы к Таро. И когда начинаешь их анализировать, они все не структурированные. Вот есть таблица Менделеева, да, то есть фундаментальная. Все, ты ее берешь, у тебя вся химия обустраивается, по крайней мере неорганика. Органики там и не свои законы, но вся неорганика, вот она в этой таблице. Таро этого нет. Нет системы описания карты, нет системы понимания карты, нет гадания. То есть, каждый вот что хочет, то и делает. Меня это бесит. Я не могу это видеть, не могу это терпеть. Я начал, я давно уже начал это делать, я начал думать, как можно это все структурировать, как это можно все упорядочить. Для меня это имеет большое значение, потому что я преподаю карты. Я должен дать человеку структуру. Если я вам скажу, эта карта значит то-то и это то-то, а мне спросите, а почему? По качану, что ты задаешь дурацкие вопросы, что тебе непонятно? Это не учеба, это несерьезно. Вы должны понимать процесс, вы должны понимать, как, откуда, что берется. И это была адская работа. У меня несколько лет я думал над этим, и у меня не складывалось, не складывалось, не складывалось никак. Но в этом году у меня сложилось. Причем вот если та же таблица Менделеева Дмитрия Ивановича приснилась, у меня не приснилась. У меня вот шаг за шагом, я сделал один шажок, второй шажок, третий шажок. А потом количество вот моих размышлений, количество времени, которое я потратил, оно перешло в качество решений. Решения начали складываться. Я увидел структуру, систему понимания карты. Это очень пафосно звучит. Я понимаю, что людей, которые об этом говорили, их очень много. И там вершины, такие величины, точнее, кровали и лейты, и остальные товарищи могут, конечно, посмеяться над этим. Но я думаю, что я нашел эту систему, которая позволяет и понять карту, и выстроить систему ее. И учебы, и понимания, и изучения. И она очень логична. Она очень структурна. Но вообще структурное мышление – это моя сильная фишка. Если интересно, я могу рассказать об этом? Ну, это, во-первых, очень интересно. Второе, наши с вами программы, они не просто, ну, скажем так, какое-то шоу. Шоу, элемент шоу должен быть, с моей точки зрения. Потому что, если, скажем так, еще раз, с моей точки зрения, то есть я говорю, объявляю о том, что, ну, кастротный центр, допустим, имея там довольно много людей, в нетворке, я объявляю о том, что у нас сегодня будет презентация на большом экране. И мы это, кстати, сделаем. У нас в планах это есть, и с вами в том числе. И будет выступать торолог Сергея Савченко. Ну, допустим, ну, вас знают, но, естественно, не все. Хотя бы, конечно, торолог вашего, скажем, дистрикта, района, города. Страны, это мы знаем, да, современности, может, но не все все-таки знают. И вот я говорю торолог. Для кого-то торолог звучит как-то вообще странно. Ну, во-первых, естественно, гадание. А гадалок у нас много, как мы знаем, и гадают, и угадывают, и не угадывают, и так далее. И люди относятся к этому негативно. Далее я говорю такой вопрос. Облекая это в ту форму, форму шоу. А давайте мы сейчас зададим вопросы специалисту, который вам на эти вопросы ответит. Вот у нас есть огромное количество вопросов. Вот у меня даже на скайпе сейчас есть вопрос. Но мы давайте немножко все-таки закончим с этим. Хорошо. Мы пока подбираемся к этому вопросу. Поэтому мне лично это интересно. Я полагаю так, что радиослушателям, те, кто знает вас, и смотрит, и слушает вас, это тоже должно быть интересно. Так что я такие вещи люблю. Хорошо. Михаил, я знаю, что вы чуть-чуть знаете карты. Так вы говорите, да? Вот из чего состоит карта? Неважно из какой колоды, вот сама карта Таро, из чего она состоит? В само понятие карты Таро что входит? Ну, во-первых, туда входит какое-то изображение, то, что нарисовано на этой карте. Рисунок. Отлично. А второе, то, что рисунок, это уже, скажем так, это то, что мы видим, это то, что нам понятно. Но нам непонятно, что этот рисунок обозначает. То есть мы в какой-то степени знаем о том, что Туз, если обычные карты брать, реальная Туза, он как бы выше, чем валет, и тем более семерка-восьмерка, и масса имеет тоже какое-то свое значение. Это мы знаем. Но в данном случае Таро, каждая карта имеет свое значение. Прекрасно. Изображение, рисунок и значение. Вот два кита, у нас земля стоит на трех китах, вы же помните, да? Помню. А у нас два кита, изображение и значение. У нас больше реально больше ничего. На китах она стоит, она там... На слонах. Да, которые стоят... А слоны на китах, а киты на черепахе. А черепаха... Ну, это, скажем... Да. Ну, да. Вот. И мы работаем с изображением, и мы делаем визуальный анализ, анализ визуальных элементов, это называется. И мы работаем со значением. А значение – это слова. В первую очередь мы работаем со словами. То есть это лингвистика, это семиотика, это семантика и множество других лингвистических наук, которые связаны с изучением. Это слова, с тем, как эти слова работают. Простите, Сергей, я вас перебью. Слова чьи слова? Слова, значение. Как я вам могу передать значение? Я говорю слова. А, то есть слова ваши. Которые, то есть не вопрошающего слова, а отвечающего? Слова, которые... Нет, даже не мои слова. Слова, которые относятся к карте. Их кто-то туда приписал, я их туда приписал. Мы договорились с вами, что эта карта будет значить то-то. То есть описание, будем так говорить, вот этого графического изображения. Да, да. Нет, это даже не описание изображения. Описание изображения – это одно. Вот эта карта, на ней нарисовано то-то, и это значит то-то. И вот эта часть, там где значение. Значение. Значение карты, да. Значение. 50% современных значений восходит к Этеле. Этела такой, француз был. Это анаграмма фамилии Алитье. Он написал ее наоборот. Он написал несколько брошюр. По гаданию, это конец эпохи Французской империи, начала Французской буржуазной революции. Причем в разных книгах, которые выходили, а потом его ученики это переиздавали, написаны разные значения. То есть они не одинаковые. Но сегодняшние 50% классических значений, которые описал Мазерс, которые описал Лейт и даже частично Кровли, они подходят к этому Этеле. То есть он лежит в основе. Это не очень афишируется, не очень признается. Но это именно так. Мы начинаем анализ. Мы начинаем анализировать эти значения. И мы выходим на несколько уровней понимания карты. Вот самое первое, это семантическое ядро. То есть это буквально значение, которое мы говорим. Эта карта значит А, вот это, Б, вот это, С, вот это. Почему? Мы так сказали. И вот буквально на этом уровне происходит. И здесь есть интересный момент. Система ТРО, система значений, она существует уже в 1780-е годы. Это там 20, 200, 230 лет. Вы имеете в виду современные ТРО? Со времен Этелы, да. Со времен, когда появились тексты. Когда к изображениям были добавлены слова. Но ведь мы знаем о ТРО еще с египетским. Мы не знаем никаких египетских ТРО. Мы не знаем никаких египетских ТРО. Мы знаем, что ТРО возникает в Северной Италии. Потом оно из Северной Италии попадает в Южную Францию. Потом оно из Южной Франции расползается по всей Европе. Потом оно угасает. А потом в конце 18 века, благодаря Курту де Жеблену и Этелле, оно переживает ТРОе рождение. И мы сегодня имеем дело с ТРО, основу которого эзотерическую часть заложил Кур де Жеблен, а гадательную прогностическую часть заложил Этелла. Все. Никакой истории. Мы не разбираемся с историей, с Кроули, Шмаков. Нет, с Кроули, Шмаков это позже. Кроули, Шмаков. Не, ну, ну, они описывали, да. Но они описывали, ведь тот Атлант и так далее. Это мы ничего не знаем. Это мы ничего не знаем. У нас есть документы. Вот мы работаем с документами. Мы работаем с текстами. Какая нам разница вообще, что там написал? Не имеет значения. Текст был издан в 19 веке. Текст был издан в 20 веке. Не имеет значения. Вот у нас есть Кроули. Кроули пишут. Эта карта значит то-то. Все, все остальное мы берем, выкидываем, а оно нам не нужно. Мы получаем семантическое значение. Вернее, семантическое ядро. Ядро карты. Это анализ. Это ситуация анализа. То есть вот у нас была целая карта, и мы ее разъяли на кусочки. Вы знаете, как головоломка, да? Мы ее пас, и она рассыпалась на некие части. Мы на них смотрим. А когда вы собирали головоломки вообще? Ну, в детстве, безусловно, собирал. И конструкторы были. Первый раз. Да и сейчас. Когда смотришь на эту головоломку, думаешь, как их можно состыковать? Они вообще не стыкуются между собой. На уровне, вот этом уровне изучения, на уровне семантического ядра, не важно, что на карте нарисовано. Вообще, потому что ничего не будет нарисовано. Достаточно только надписи. Семерка кубков, десятка пентаклей, император. Все, потому что на меня есть значение. Мне все равно, какая карта. Это самый первый уровень. Это самое первое начало знакомства карты. Следующий этап. От значений я перехожу к идее карты. Идее карты. Это уже мы работаем с семантической формулой. Вот эти значения раз и стыкуются между собой. Я могу вам показать это на примере карты, которую я на этой неделе как раз прорабатываю. У меня просто листочек, табличка моя с всякими планетками. Вот у нас девятка посохов. Если вы помните девятку посохов. Но я не буду быстро ее искать. Потом ее можно подойти. Я не беру исторические значения. То, что писал Уэйд, то, что писал еще кто-то. Я беру те значения, которыми пользуюсь я. Я сейчас пропускаю большой кусок. Как? От тех значений я пришел к этим. Это все прослеживается. То есть карта, вот как язык. Язык, которым мы говорим сейчас, он же сильно отличается от языка, который мы говорили в 19 веке или в 18 веке. Ну, безусловно, да. Безусловно, да. То есть меняется сам ритм языка. Меняется содержание, смысл слов. Вот слово кончить. Сегодня в русском языке это делается просто неприличным словом. Но еще 30 лет назад это было абсолютно нормальное слово. Никто об этом даже... Да, сейчас задумываешься. Да. Использовать его или нет. Вот точно так же с картами. Их смыслы меняются, значения меняются. Или слово садитесь, да? Да. Да. Присаживайтесь. Присаживайтесь, да. Я тебя посажу. Да. Вот. Хорошо. И вот три значения. Настороженность, самозащита и это не твое дело. Это не твое дело, не лестнило. Вот три значения, три смысла. Мы их изучили. А теперь мы их собираем. Теперь мы делаем синтез на уровне семантической формулы. Формула может быть короткая, формула может быть длинная в качестве предложения. Но вот для девятки посохов формула это настороженность часового. Настороженность часового. И вот здесь мы включаем уже визуальный анализ визуальных элементов. И вот я как раз сегодня думал по этому поводу. Вот Этейла, он нарисовал старшие арканы. Ну как смог. Там уже делал свою систему, которая не прижилась. Он нарисовал придворные карты, которые так в рамках традиции Марсельского ТРО. И он нарисовал ситуационные карты. Точнее он их не рисовал, а изобразил. Пять стаканчиков, шесть чашечек, семь монеток. Ничего больше. Вообще ничего больше. Но мы визуально. Мы смотрим глазами. Даже Марсельское ТРО. Даже просто пять палочек и семь стаканчиков. Нет. Давайте добавим листочков. Давайте добавим цветочков. Давайте раскрасим по-разному. Вот в исламе есть запрет на изображение живых существ. Вообще запрет на изображение. Но мы не можем, чтобы это не видеть. Есть каллиграфия арабская. Там где буквами изображены корабль, верблюд, минорет, еще что-то. То есть вот так искусно выписано, что буквы образуют вот этот образ. Мы должны его видеть. Вообще это очень интересная идея, почему существует запрет на изображение в некоторых религиях. В христианстве, кстати, это же тоже такое было. Если вы помните, в Византии, по-моему, в шестом или седьмом веке. Уже я боюсь наврать точные даты. По-моему, все-таки. Ну, не буду врать. Была эпоха иконоборчества. Когда был запрет на изображение богов. Запрет на иконы. Иконы рубили, сжигали, уничтожали и так далее. Но ведь этому запрету ему 20 тысяч лет. Это восходит еще к образу полиэлитической великой богини, которую изображали без лица вот эти вот Венеры, каменные Венеры, полиэлитические Венеры. Потому что богиня была страшная. Страшная не на лицо, а страшная по своей сути, по своему содержанию. Поэтому ее изображали без лица. А если с лицом, то без глаз. А если с глазами, то без рта, чтобы она нас не съела. И идея закрывать глаза, вуаль у невесты, чтобы ее не сглазили. Вуаль, черная вуаль у вдовы, чтобы она никого не сглазила. Вот когда к этому всему прикасаешься, начинаешь это все исследовать. Это ужасно интересно делается. Ну, хорошо. Вот мы вышли на семантическую формулу. И семантическая формула, она синтезирует это значение. Она позволяет нам сделать шаг дальше. То есть мы анализируем визуальные элементы рисунка. А в девятке посохов, там, кстати, очень интересные. В девятке посохов, кстати, может быть даже важнее то, что не нарисовано на карте, чем то, что нарисовано. Там человек стоит с палкой в руках. И у него за спиной ряд палок, как забор они образуют. Там дальше калмы какие-то. У него повязка на голове. И он вот так вот опирается на палку. Вот я сегодня читал американское тарелок. Тарелок есть такая, Рэйчел Поллок. И вот она пишет, что вот он, обратите внимание на его позу. Он стоит, он стулился, он локтями закрывает область сердца, область легких. Он пытается защититься. Я просто понимаю, что она ни единой секунды не стояла в карауле с копьем. Потому что там по-другому нельзя стоять. Ты упираешь ко мне землю, и опираешься на него. Кладешь его вот сюда, и просто упираешься на него. Это просто естественная поза. Кстати, Рэйчел Поллок достаточно популярна у нас. У меня даже книга есть. И в общем-то она ее уважает. Она интерпретирует карты. У вас на русском языке. Ну вот этот момент. И я понимаю, что просто она, это вне ее области знаний привычных. То есть она не работала с этим как с телом именно. То есть она смотрела на картинку, и у нее были свои по этому поводу мысли. Ну и дальше. Да, вот мы сделали этот анализ. И вот здесь начинается самое интересное. Мы начинаем идею разворачивать. То есть вот эту семантическую формулу мы начинаем превращать в кластеры смыслов. Кластеры значений. Или еще есть такое название. Лингвосемантические группы. Первое, часовой. У часовой есть обязанности. Кто служил в армии, обязанность часовой. Часовой обязан защищать пост. Имеет право применять, бить прикладом, колоть штыком. Все такое. То есть список обязанностей часовой он известен. Все, нет вопросов. Но вот пишут, что он фрустрирован. На девятке посоха он фрустрирован. Разве часовой фрустрирован? Нет. Нет. Это его работа. Он там стоит, он потом сменится, он будет пить чай в карауле, он будет отдыхать и так далее. Это если ты постоянно в этом состоянии находишься, то рано или поздно ты будешь фрустрирован. Потому что ты постоянно в напряжении. А отсюда вот следующий смысл у нас от часового. То есть часовой, как сжатая пружина. Но пружину нельзя держать постоянно в напряжении. Потому что она ослабеет. Если вы имеете дело с оружием, вот пистолет на этом, как это называется, правильно, магазин. Вы его снаряжаете, да. Но когда вы идете в караул, вы не снаряжаете магазин своего автомата полностью. Вы снаряжаете его там 10-20 патронов. И в оба магазина распределяете эти там патроны. Для того, чтобы пружина не была под постоянным давлением, под постоянным сжателем. Вот это негативная сторона этой карты. Если ты находишься постоянно в этом напряжении, если ты постоянно должен думать, как защищаться от того угрозы, которая к тебе придет. Да, ты устанешь, у тебя будет фрустрация. Тебе будет тяжело. Хладнокровие. То есть сейчас его не может позволить себе эмоции. Потому что если я буду стоять и петь песни, придут негодяи, вскроют склад, у меня будет проблема. Это если они мне горло не перевежут. То есть я должен быть длительным. Хорошо, Сергей, у меня к вам попутно вопрос. Вот вы сейчас рассказываете, вы берете за основу. Я никак не пытаюсь, так сказать, это аргументировать с этим. Мне просто непонятна одна вещь. Сейчас вы интерпретируете вот эту карту. И у вас есть картина для себя, что это часовой. И вы все, так сказать, привязываете, такое слово, именно вот к этому часовому. А если, скажем так, кто-то интерпретирует это не как часовой, а как просто человек, который устал, и он временно облокотился на этот посох и пошел дальше. Да. Тогда будет как бы другая дальше вытекать из этого интерпретации. У нас было историческое значение препятствия, настороженность. От настороженности, от опаски, где все встречаются опаски, мы переходим к настороженности, когда я просто насторожу, когда я сканирую пространство. Не, не настороженно, встало. Я перст на посох. Я как раз рассказываю эту историческую цифру. А, хорошо. От настороженности мы переходим к настороженности часового. И я постулирую, то есть буквально я постулирую, что сегодняшнее значение этой карты должно быть вот таким. А теперь у нас проверка теории практикой. То есть у меня есть это значение. Я смотрю, как оно отыгрывается в раскладах. У меня ведь эти значения тоже сложились не за один день. Я их проверял. Если оно срабатывает, если оно подтверждается, не вопрос. Я проверял так не только свои значения. Я брал чью-то книгу, где человек описывает. Вот эта карта работает так, то у нее есть какие-то значения. Я делал расклады своим подобным кроликам, друзьям. Вот я говорю, вот в этой книге у нас должно быть то-то, то-то, то-то. Что у вас из этого было? Вот это было, вот этого не было. Хорошо, вот это отбили в кружочек, записали, что может быть так срабатывает. Или это случайность. Когда мы это сделали 10 раз и увидели, что 8 раз оно сыграло, да, это значение имеет право на существование. А потом из этого всего множество значений, вот этих семантических, образовалось семантическое ядро. То, что срабатывает чаще всего. То, что срабатывает практически всегда. А потом из него аккумулируется вот это семантическое ядро. А потом уже начинается творчество. Я раскрываю его через метафоры. Я раскрываю его через образы. То есть вот этот часовой, он начинает превращаться, он начинает играть. Он начинает приобретать смыслы. И это помогает мне в гадании. Потому что я уже не просто как поп, когда вот эти заученные три слова произношу. Что у тебя будет? Настороженность. И что это значит? Я не знаю. У меня есть образы, через которые я могу вам раскрыть, как вам вести себя в той или иной ситуации. У меня есть образы, которые позволяют мне расшифровать карту, как она будет проявляться в бизнесе, как она будет проявляться в здоровье, как она будет там еще как-нибудь. Ну вот типичная ситуация, да? Отношения. Мы смотрим на этого человека, да? Какие здесь могут быть отношения? Разве он заинтересован в отношениях? Нет. Он закрыт. Он отстранен. Он защищает свое личное пространство. Он не собирается никого туда пускать. Ему никто не нужен на этом пространстве. У него наоборот задача стоит оградить свое пространство от посторонних вмешательств. И этот образ позволяет мне раскрыть карту для вас, когда вы мне задаете вопрос об отношениях. Она там нападает. Ну а потом только проверка. А проверка, то как я вот это все делал. Показала мне, что... Ну то есть я за 20 лет выработал вот эту систему значений. И мне удалось найти структуру в этой системе, в этих значениях. И создать уровни обучения. То есть первый уровень Таро-специалист мы учим семантическое ядро и как с ним работать, комбинировать значения, как читать карты. Потом мы учим семантическую формулу на уровне Таро-профи. И как карты работают, как они себя проявляют. Ну и потом уже высший уровень совершенства, когда мы выходим на семантическое поле и учимся его наполняем. Сергей, ну давайте тогда не разу за все время, то что мы общались, в данном случае я с вами, не задавался такой вопрос. Ну вы руководитель школы, мы сейчас с вами, как вы конкретно говорите, уровни образования. Ну по вашей системе вы сами, скажем, эту систему создали. То есть нет смысла, наверное, идти на второй, надо по очереди брать первый уровень, второй уровень, третий уровень. Это идеальный вариант, да. От простого к сложному. Сколько занимает первый уровень обучения в вашей школе и каким образом это происходит? Вы записываетесь на курсы. Русская школа Таро, находите это в интернете, записываетесь на курсы. Вот у нас скоро как раз будет Таро старт. Да, курсы идут в реальном времени или это запись? Часть в реальном, часть в записи. А сколько времени занимаетесь? В реальном времени мы с вами проводим обратную связь. То есть вы смотрите записи, вы выполняете домашние задания и потом я вам даю обратную связь по вашим домашним заданиям. Ну то есть для того, чтобы я с вами поговорил, вы должны что-то сделать. Тогда я вам говорю, вот это было хорошо, вот это плохо, вот это надо доработать, вот здесь там провалы, вот здесь успехи и так далее. Первый курс, курс Таро старт, он очень интенсивный. Он рассчитан на то, что вы в течение месяца смотрите теорию. Это 8 больших блоков. Ну то есть каждый блок это отдельная масть или отдельная там придворная карта или половина старших арканов. И выполняете домашние задания. И еще месяц на то, чтобы сделать домашние задания повышенной сложности. Вот 2 месяца на то, чтобы обладать. Если вот так сравнивать, переводить, это уровень ПТУ. ПТУ техникум где-то. Да, ПТУ техникум. И что человек прошел этот первый уровень, он получает возможность или способности для того, чтобы делать самому консультацию или этого мало? Этого немного. Но этого достаточно. Вот есть врач. Но не то, что даже консультация, сколько для самому консультации. А есть фельдшер. Да. Помощник врача. Помощник врача. Но тем не менее, фельдшер в сельской больнице, фельдшер в медпункте, в каком-нибудь травмопункте, он вполне справляется с первичными там проблемами. Или же знает, что это уже не его уровень компетенции, он отправляет от человека дальше в больницу. Но оказать первую помощь, он вполне... Или там выписать лекарства. Способен, да? Да, вполне способен. Понятно. Скажите, это, так скажем, первый. Но самый идеальный вариант, это надо пройти три уровня, правильно? Основной, это второй. Основной, второй. И чем он отличается с первой? Третий, это уже академия. Время. Время. Второй уровень, это полтора года. Полтора года. Мы можем выучить быстрее? Не вопрос. Я на вас вывалю все. И вы утонете. Понятно. Если хорошо работать, вот так, как должно быть. То есть, я говорю об идеальных условиях, об идеальной ситуации. Раз в неделю вы смотрите лекцию, достаточно большую. В течение недели вы выполняете домашние задания. Каждые две недели у нас с вами обратная связь. Домашнее задание, это и проверка карты, того, как вы усвоили материал. И чтение раскладов. И ведение консультаций, учебных консультаций. С разбором того, как это все происходило. Вот это уже, ну, такой очень серьезный уровень хорошего института Гарварда. Даже так? Да. А вот третий уровень, это уже академия. Это аспирантура, докторантура и так далее. Это далеко не всем нужно. Вот после второго уровня, после второго Таро-Профи, уровня Таро-Профи, ты действительно делаешься профи. Ты можешь работать, ты знаешь тонкости, ты знаешь нюансы, ты знаешь детали. Самое главное, что ты не просто это все выучил. Ты понимаешь, как сам вот этот механизм, как тебе учиться дальше. Как тебе развиваться. И потом ты же учишь не только в этой ситуации карты. Ты учишь еще некоторые смежные дисциплины, которые должны тебе помочь в понимании карт. Это и мини-курс по ведению бизнеса, и по организации бизнеса, и по юридическим вопросам. И даже есть курс по преподавателям. И по-моему, я единственный, кто вообще делает курсы подготовки преподавателей Таро. Даже так? Люди, да, дважды мы проводили их. И люди, которые их изучили, они просто ведут теперь свои курсы. Я учу их, как делать курсы по Таро. Как создавать семинары. Ну, то есть, все эти тонкости мы изучаем. И все, и думаю, вот здесь ты уже профи. Ты можешь работать вообще без оглядки на кого бы то ни было. Ты спокойный, уверенный, грамотный специалист. Но это тяжелая работа. Я не сомневаюсь. Любая... Вообще, учиться это всегда тяжело. Особенно учиться тому, чего ты не знаешь. Особенно учиться не когда тебе там 7 лет ты пошел в первый класс или 6 лет. А учиться, люди приходят учиться, естественно, в относительно зрелом возрасте. Это еще более тяжело. Опять же, есть свои какие-то обязанности. Временные и так далее, промежутки и так далее. Сергей, ну вот видите, у нас уже 30 там сколько, 8 минут у меня показывают. Мы с вами беседуем. То есть время уже там, обычно мы в это время заканчиваем. Видите, быстро у нас проходит время. И это, что интересно, не связано с какими-то конкретными случаями, гаданиями, вопросами и так далее. Тем не менее, у меня вопрос все-таки один есть. Я вот там в конце. Но вы мне скажите вот такой вопрос. Есть у меня очень много там каких-то контактов, связей и нетворков. Я получаю, в общем-то, рассылки и подписан на них. Лично меня это, может быть, интересует. Вот скажем, то, что связано с магией. Вот даже, ну не знаю, кто-то называет черная магия. Неважно, мы не будем останавливаться на этих клише. Черное-белое, как это все называется. Это вхождение в аркан. Вот такое, получаю иногда, давайте мы сейчас все сосредоточимся и войдем в этот аркан. И когда мы войдем в него в этот аркан, мы получим возможность управлять какой-то реальностью и влиять там чуть ли не на мир. Есть такое? С вашей точки зрения. Ну, насчет влиять на реальность и влиять на мир, это я не знаю. Я вам расскажу две истории. Первая история была со мной. Я уже несколько лет работал с картами, но у меня было две карты, смерть и дьявол, которые я знать знал их, но я их не чувствовал. У меня не было вот внутри того, что отзывается на эту карту. То есть это вот только на уровне разума я знал эти значения. Карты, это ваши карты вы имеете в виду? Вторую? Нет, просто карты. А просто карты абстрактные? Да. И я в конце концов просто сделал две медитации, очень глубокие, по нескольку часов. Я вошел туда и вот, и я понял эти две карты. Они для меня открылись, я их почувствовал, я понял, что они значат. И они перестали вызывать у меня вопросы, когда они мне попадают в расклад. Вторая история, которую я вам расскажу, это была уже с моим учеником. И я их учил ходить в карту для того, чтобы войти в некое состояние. Для того, чтобы спроецировать это состояние на реальность. Значит, он работал охранником в пионерском лагере. Ну, это уже называлось не пионерский лагерь, но реально это все еще был пионерский лагерь. Отдых на море, значит, он поехал туда отдыхать и заодно работал там охранником. И вот местные ребята пришли на стадион драться. Их пришел человек 20. Приехали милиционеры на мотоцикле, но они боятся к ним подойти, потому что 20 ублюдков, недоумков, с палками, со всеми ерундой и так далее. Мой Коля входит в состояние императора. То есть он превращается в императора внутри себя. В карту номер 4 старшего аркана. Император это такая карта, которой никто не может сопротивляться. То есть все просто говорят, да, Ваше Величество, и идут делать, что он сказал. Он подходит к ним и говорит, так, построились, вышли за ворота и продолжили там драться. Они построились, вышли за ворота и продолжили там драться. Но в черной магии это интерпретируется, насколько я помню, изменение какого-то физического пространства. Ну, черное, зеленое, белое, я не знаю. Ну, да, это работает. Это так оно, то, что Вы сейчас писали, так оно и есть. Это именно подтверждает. Изменение какого-то, ну, неважно действительно, какая магия, какого цвета, да. А то, что изменение пространства, физического состояния, которое вокруг тебя существует. То есть он изменил это состояние. Да, на курсах магии я говорю, вот у нас есть жрица. Жрица в том числе открывает тайны. То есть она умеет видеть скрытое, тайное, там, неясное и так далее. Делайте им опыт. Пусть Ваши родные возьмут какой-то предмет и спрячут его. Не говорят Вам, нигде спрятали, ничто спрятали. Вы заходите, Вы входите в состояние жрицы. Попробуйте найти. Ну, и вот обычно 70-80% людей находят спрятанные предметы. Интересно, интересно. Ну, и пятый аркан, да, допустим, который, в принципе, дает власть на сознание, если, опять же, в него войти, так скажем. В принципе, такое тоже существует, да? Ну, да, у каждого аркана есть свой. Каждый аркан, вот каждую карту старшего аркана, и младшего, кстати, тоже. Ее можно рассматривать и как магический инструмент, с помощью которого я могу что-то делать и влиять, и как некую технику, используя которую, я могу повлиять на происходящее, там, в свою пользу или еще как-нибудь. Ну, на магии, а у меня магия, которую я преподаю, она построена, опять-таки, на картах Таро. То есть, в основе лежат понимания и знания карт Таро. То есть, с помощью карт я сперва выясняю, что как, делаю анализ ситуации, а потом я выясняю, как ее можно изменить. И нужно ли примешивать магию? Если нужно, то карта показывает, какие методы, какие техники, какие штуки там надо делать, чтобы, какие ритуалы, как разработать тот или иной ритуал, чтобы это добиться. Ну, магия у вас неразрывная, естественно, связана с Таро. Это, если Таро, это первый, второй, третий курс, то магия это четвертый и пятый курс. То есть, вы не принимаете учеников, которые не прошли первые три курса? А как я вас буду учить, если вы не знаете карты? То есть, ну, поэтому я спрашиваю. То есть, это неразрывная связь с Таро, правильно? Я могу вас учить, если вы такой вот умный, что вы одновременно и то, и то будете учить. Ну, не вопрос, хорошо. Да? Вот я как раз таким может быть. Хорошо. Я просто не знаю, но мне так кажется. Ну, неважно, я в данном случае говорю о другом. Хорошо, давайте мы по времени мы уже, так сказать, должны были и закончить. Ну, давайте, вот у меня висит такой вопрос интересный. Да, давайте. Интересный, не знаю. А это уже вот вы должны карты, так скажем, разложить. Вот пишет на скайпе, да, на скайпе пишет мама одного молодого человека. Ну, молодой человек, это все относительно. Ну, да. В мои времена там женились и так далее, выходили замуж в одном возрасте, во времена моих родителей, в другом. В Америке это вообще система, США система вообще другая. То есть, все, никуда никто не торопится. Не важно физиология, не важно, когда там женщине надо рожать, это не имеет значения. Главное, что тут все подвержено рациональному какому-то, все рациональные люди, очень рациональные люди, вот они в этом возрасте заканчивают, в этом возрасте у них отведено время на какое-то общение, в этом возрасте подготовка уже там к какому-то созданию семьи, а в следующем возрасте уже вот к рождению ребенка. Ну, и вот по возрасту это протяженщина, это мальчик, мужчина, которому уже за 30 лет, 31, по-моему, там написано, 31 там чем-то, да. И вопрос такой, в каком возрасте, если можно, конечно, такое сказать, ну, мама волнуется, опять же, хочется, да, внуков понянчить, в каком возрасте этот ребенок собирается жениться? А он собирается жениться? Он собирается жениться, написано, да, стремление есть, стремление есть, он собирается, хочет, но как... Я хорошо вижу на год. Я посмотрю так. Удачный ли этот год для того, чтобы завести семью? Текущий 16-й. Текущий 16-й, да. Благоприятно ли это время, благоприятен ли этот год, чтобы завести семью? А то заведешь семью, а потом будешь думать, зачем я это сделаю вообще. Да, тоже момент. И какова вероятность благоприятствования в этой семье? Значит, 19-й, это солнце, император, жрица, дьявол и шут. Вот такие у нас карты выпали. И мы их соберем и переложим еще раз, потому что я сходу вот так не очень понимаю ответ. Потому что хорошая карта, но что-то... Что-то есть, да. Что-то есть, противоречит что-то чему-то. Я хотел сказать, карты сами по себе действительно, вроде бы, что-то есть, да. Да, да, но что-то есть. Правосудие, императрица, шут, жрица и башня. Вот первый момент это не очень благоприятный. Здесь есть множество слоев, которые я вижу. Но не беседуя с клиентом, я не могу их высказывать уверенно, потому что собственно, как происходит прогноз. Мы с вами начинаем беседовать. Ну, вот как у нас это было. Я задаю какие-то утечняющие вопросы, потому что карта многозначна, она имеет много смысла, много значений. Вы даете мне, вот как фонарики включаете, я вижу там вправо, влево я отклонился, и потом я нащупываю правильный курс. А вот нас слушает, я прошу прощения, нас мама слушает, видимо, потому что она задает наводящий вопрос. У него есть отношения с девушкой и какие-то странные отношения. С одной стороны, как бы все нормально, с другой стороны, кто-то напрягает. Конкретно с этой девушкой сложатся отношения или нет? Здесь, по-моему, это очень конкретная штука. Да, это очень конкретный вопрос. Конкретно с данным человеком. Легко посмотреть. Повешенные, влюбленные, колесница с солнца и этот самый руна. У него могут сложиться с ней отношения. Это не будет хорошо для него через время. Понятно. Смотрите, нас теперь будем говорить так три человека. Так, три человека об этом знают. Об этом знаете вы, естественно, вы раскладываете. Об этом знаю я, как посредник. Об этом знает теперь мама. Этот человек не знает. Этот ее сын не знает об этом, то, что мы сейчас беседуем. Как вы считаете в таком случае? Об этом надо дать знать этому человеку, которого понятия не имеет, ну, слышал, наверное. Но, в самом случае, полагаю так, что не верит в это. Ни во что. Молодые люди, знаете, как... Значит, я по этому поводу много думал. Я читал о том, что вот, когда мы сейчас, допустим, гадали на этого молодого человека, то это произошло вторжение в его приварсе, да? Ну да, да, да. В его личную жизнь, да. В его личную жизнь. Какого-то рода. Это косвенно пускай даже. Я много над этим думал. В конце концов, я пришел к выводу, это не моя проблема. Я прибор. Но это проблема его мамы, полагают. Это проблема его мамы. Это проблема того человека... То есть, она должна сама подумать и решить, стоит ли об этом говорить ему. Она должна, сперва, решить, нужно ли задавать такой вопрос, имеет ли она моральное право в это вторгаться. Потом она должна решить, нужно ли ему об этом говорить, вот о том, что она узнала. Вот она пишет, у нас тесная связь с сыном. Это означает, в общем-то, да, она может сказать, воспримет сын или нет, не знаю. Неизвестно. Ну, хорошо, хорошо. Мы получили, в общем-то... Вы можете написать, если у нас еще есть пара минут, вы можете написать. Я могу сказать то, что я увидел, безотносительно того, правда это или нет, потому что я не могу сейчас... Ну, это надо делать хорошее большое гадание, чтобы... Скажите. Скажите то, что вы видите. Она готова, чтобы я это сказал? Пишет, да. Это очень приятные вещи. Пишет, да. Значит, первое. Я сейчас перечисляю, я еще раз хочу подчеркнуть, это не то, в чем я готов подписаться. Это варианты, которые я увидел. Первое. Очень большое давление мамы. То есть, либо он живет с мамой, либо он живет с семьей. Он, она пишет, живет один достаточно давно. Ну, мама у него живет в голове. Мама у него живет в голове. Это правда. Вот. Это раз. Второе. Он не очень... Здесь можно разные слова употребить. Можно употребить слово самостоятельное, можно употребить слово решительное, можно употребить витальный. Самец. У меня, я в армии служил, у нас там прапорщик был такой, не буду говорить его имя. Он смотрит на женщину, любая, это безрония, любая, начинает раздеваться. Он просто самец. Вот он настолько витальным был, что у них даже мысли возникают с сопротивляцией. Вот у него нет этого. Он больше вшут, больше ребенок, больше какое-то мягкое поведение. Вот его надо брать за руку и вести, а не он берет за руку и ведет за собой. Если это так, тогда он ищет не ту девушку. Или девушка, с которой он сейчас, это не та девушка, которая будет для него комфортна в жизни. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Поймет ли мама? Ну, полагаю, да. Поймет ли сын? Абсолютно, думаю, нет. Потому что дети, это самостоятельные люди. Он очень самостоятельный человек, вот она там пишет, да, очень самостоятельный, давно уже сам, так сказать, по себе, очень хорошо обеспечен, занимает высокий пост на работе, имеет свой, вот она пишет свою квартиру в центре, в даунтауне, в Чикаго, прямо в самом, и, так сказать, очень самостоятельный. Но в то же время во всем советуется со мной, написано. Да. Значит, она должна ему найти невесту. Она ему должна найти невесту. Окей. Хорошо. Она слушает нас, и я буду надеяться о том, что так оно все произойдет. Ну, это очень интересно, вопросов много, не сомневаюсь, что у нас будут вопросы и от наших радиослушателей, тем более, дорогие друзья, напоминаю еще раз, Центр Сангейтс, интернет-портал радио Центр Сангейтс, все программы, которые происходят у нас со всеми нашими специалистами, очень и очень компетентными специалистами, они все записываются, они все выкладываются в YouTube, оттуда берется ссылки, и потом они попадают в Facebook и направляются лично специалисту, так сказать, мы работаем на вас, могу вам точно сказать, и Сергей подтвердит, то есть, ничего мы не просим, ни от кого, это большая работа, записать это время, надо, для чего все это получается. Должен сказать, что я очень благодарен и Михаилу, и радио Сангейтс, за то, что мы вот так чудесно сотрудничаем. Спасибо большое. Значит, я полагаю так, во-первых, Центр Сангейтс, это не центр имени одного человека, меня, несмотря на то, что я, так сказать, его руководитель и создатель, а это центр всего лишь какой-то информации. Информация, она может быть принята, может быть не принята, кому-то нравлюсь я, кому-то я не нравлюсь, не имеет значения, что находится внутри, то, что мы сейчас как раз все сказали. Интерпретация, важно, значение этого, как она будет, какая это действительно магия, какого она цвета, не имеет никакого значения. То, что там нарисовано, в принципе, тоже как бы не имеет, оно что-то имеет смысловую нагрузку, смысл. Мы верим или не верим, это наше право, хотим или не хотим, это наше право, хотим учиться, это наше право, но если мы хотим, да, такие учиться, то мы готовы со своей стороны помочь в этом Центр Сан-Гейт и с помощью наших профессионалов, в данном случае мы говорим о Сергея Сапченко, несмотря на то, что мы находимся в США, так сказать, в Чикаго, а он находится в России, в городе Омск, но тем не менее у нас есть интернет, у нас есть средства общения, и мы, это и дело, мы общаемся, это великое дело, и мы готовы способствовать этому, и я с большим удовольствием сам могу в этом участвовать, мне это интересно, почему, потому что узнавая чего-то новое, это мне помогает жизнь, астрология, я помню одно определение одного моего хорошего знакомого, он сказал, ну что такое астрология, это не предсказание, это не прогнозы, это карта минного поля нашей жизни, мы идем вслепую, и вот если мы не знаем, каким поворотом нас ожидает эта несчастная мина, то мы можем подорваться, причем последствия могут быть разные, кому-то, извините, оторвет голову, и тогда все, на этом закончится, кому-то оторвет руку, что в общем-то тоже не есть хорошо, и так далее, кто-то споткнется и повредит себя, понимаете, поэтому это надо было бы знать, а хотим мы в это верить, это наше право, во всем случае такую возможность мы предоставляем, и большое вам спасибо, Сергей, что вы принимаете в этом участие, ну и кто захочет с нашей стороны или с другой стороны нас слушают, в общем-то, и другие люди, то, что я называю нетворками, которые совсем по-другому, в другой части, они могут, я не знаю, заниматься биржей, они могут заниматься какими-то отношениями совсем другими, но они могут узнать для себя то, что им может помочь, вот все, поэтому еще раз спасибо, на сегодня наша программа подошла к концу, телефон эфира и после эфира это 847-226-9956, вы можете с нами пообщаться, написать нам на скайп, как вот сейчас мы имели вот такое общение, это SunGates, солнечная ворота, SunGates, SunSolmça, Gate, это ворота, и S на конце, SunGates, по-английски, .com, и SunGatesRadio.com, это наш веб-сайт, и там можно тоже задавать вопросы, на фейсбуке, это тоже SunGates Radio, ну, а школа Таро, Сергей Савченко, набирайте, и выскакивайте, русская школа Таро, русская школа Таро, Таро современности, сразу вы увидите, все регалии Сергея, он не отрицает, я вижу, он уже привык к этому, что он Таро, к современности, на самом деле, ну, как минимум, миллениум, миллениума тысячелетия, 2000, 2000 год, так что, в общем-то, это все здорово и замечательно. Сергей, большое вам спасибо еще раз, хорошего вам, ну, что вам хорошего поздоровления, ночи, хорошего сна, хорошего сна, хорошего сна, вхождения несознательно в какие-то арканы, которые вам помогут в вашей работе и в нашем общении. Спасибо, до свидания. Всего доброго и до следующей среды. До свидания. До свидания.